ну что ж друзья вот нас завезли в такое место чтобы я мог порадовать вас красотой давайте я на еду туда камерой нашей будем радоваться вместе и так пойдем справа налево это польский как бы район здесь много поляков и русских и украинцев 40 тысяч и литовцы есть немцев много чернокожих вот вы видите красивый фонтан называется он букингемский никакого отношения к герцогу букингемскому или там дворцу одноименному не имеет это местный человек с такой фамилии был вот его честь скопировали проект из чего-то версальского можно сказать фамилия английская фонтан французский стоит на чекакшине очень красиво мы друзья на мишиган авеню вот она красивая вы видите туристов но на самом деле смотрим мы не на них одно то что за ними тут фонтан и скульптура там обычно вода течет скульптура сверху вниз скульптура символизирует пять озер великих американских озер вот там пять фигур и как бы они так неразрывно связаны единый комплекс бронзовые львы охраняют вход не один там еще институт искусств арт институтов чикаго а прям как древний рим смотри похоже немножко да ну стиль такой да это дети на руках а это уже друзья совершенно американская дружишь с древним римом то не перепутаешь вот так невероятной красоты какие-то милые очень эти здания так вот обрати внимание на что слышно вот сегодня на этом здании наверху написано что это мост там чего-то знаешь как на русском знании так называют мост, хилл, там это цифры латинские мы тут стоим у забора которым обнесли миллениум парк но вот я так через забор вам норовлю показать тут две тумбы такие есть вот это одна из них и там лица и они с этими лицами эффекты компьютерные делают и так далее вот а вот вторая тумба они так друг на друга смотрят и вот лиц показывают невероятного очарования улица город здания здесь приятно ходить гулять вообще я к сожалению что камера не может передать всего пространство вот объема которое видно глазом но что делать скульптура друзья называется она каплер тути а смысл в том чтобы отражалось в ней небо вообще все отражалось не только небо тут есть много чему отразиться вот вот такая здоровенная фасолина вы видите друзья отражение светланы хочу сказать что то что слева такое худенькое худенькое если как будто это даже я тебя такой никогда не знал да а так вот видите держи голову держи вот это мы видим свету в прямом и отраженном свете особые перспективы друзья открываются когда мы попадаем внутрь вот по нему наворотили это наворотили ну конечно вот это вот там вот труба реально куда то уходит вот куда то она ушла вот друзья концертный зал под открытым небом тут ничего просто так нету тут все знаменитые архитекторы делают так что вот рядом с небоскребами под открытым небом вот тут я не думаю что газончик это для того чтобы на нем сидеть ну ну не знаю правда не знаю вот там есть стульчики они как-то больше для этого дела предназначены ну вот очень очень симпатично мы набили справки друзья таки да американцы приходят садятся на травку и на ней сидят хотя я бы лично так вот глядя на качество травки не хотел бы на таком сидеть честно сказать вот ну да а вот то что там стульчики стоят вроде бы их не безумно много но там на 2000 человек вот отсюда я думаю вам будет лучше видно сколько здесь на самом деле мест то очень очень много плотненько так они небольшие стульчики так мне кажется не широкие но может это издалека так кажется да небоскребы небоскребы а я маленький такой так вот хочется петь да тут мы приехали на красивую такую смотровую площадочку где мы с вами увидим и город и озеро и реку тут друзья мало того что у них озеро так у них еще и река понимаете есть места где ни того ни другого а здесь сразу все да давайте я сейчас подойду фонтан на той стороне красивый обратите внимание на этот фонтан но кроме него там есть насос и каждый час они дают арку через всю реку и поскольку катаются прогулочные кораблики то капитанин всегда старается подставить людей под этой стройной водой чтобы не он все стоит не а да такая вот развлекушная процедура Раз в час они, как нам говорят Каждый час Вот, да, радуга Я могу сказать, что я ощущаю даже долетающие немножко прыгки ветра Нам говорят, что эта речка непростая Она вытекает из озера, а не наоборот Но это искусственно, так сделали Это такая хохмачка Ну что же, хорошо Я-то хотел показать, вот там рядом, как люди живут В этих домиках Смотрите Прям мы к ним в гости Мы продолжаем пробить, гулять по гаунтауну В нем работал во имя Мрегия, который торговал в Милан Как хороший торговец давал подарок Два здания В качестве подарка В одном комплексе Вот так называемый Chicago Tribune Building 25-го года постройки Это такое историческое здание Там много про него чего есть Но в частности Там в облицовке Камни, привезенные из разных частей мира Как бы подчеркивая, что Chicago Tribune Это не локальная газета Она освещает события во всем мире Вот сейчас мы посмотрим на эту часть тоже В этом очаровательном месте, друзья Улица Мещиками, которая у нас слева Вот ее продолжение называется Magnificent Mile Такое более, я бы сказал, обещающее название Завлекающее Радиокомментаторов бейсбольных матчей Ну, считайте, американский Озеров или там Вагим Синявский Синявского сейчас уже... Я думаю, и Озерова сейчас кроме нас с вами Это мало кто помнит Молодежь-то я не знаю, кто их сейчас комментирует Вы видите камни из разных мест Видите, Алома из Техаса Это какое-то местное из Норвегии И там наверху из Берлинской стены Под ним справа из Китайской, Великой Китайской стены Из Вестминстера Вестминстерского аббатства в Каменюке Так что вот такая фишка Вот тут при входе в здание Вот вы видите Вход в здание И там такие мозаики По сюжетам басен Эзопа И просто так Что это? Что это за скульптура, друзья? Это герой революционной войны Нейтан Хейл Проник в лагерь к англичанам Успел передать их планы Но был схвачен Видите, он связан и повешен Ему был 21 год Ну, перед смертью произнес слова Которые тут высечены Как жаль, что у меня только одна жизнь Которую я могла отдать своей стране Ну, высокопарно, но человек перед смертью Так что То есть это как-то документированно Это не легенда? Нет, люди слышали эти слова Ага На улице Да Вот туда пошло, пошло, пошло А вот, друзья, из Кремля Из... У нас тут разногласия вышли Как назвать? Тайницкая, я вам сказал Тайницкая Тайницкая башня Кремля-Московского Вот она Вот эта кирпичина, друзья Напоминает нам О многом Да А вот камень с Риги Пороховая башня Риги Да А вот это из Риги Пороховая башня Вот Вот Каменюка Из Ватикана, друзья К нам В Чикаго Вон наверху колизи В Англее Тут же Киев у нас Тут же Киев Вот тут есть каменек Вот это каменек Киев Вот Вот когда-то обитали в Низейской племене Одно из нескольких Время 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 Первые пилы Пришли из Камы Ну что же, друзья Что же тут скажешь Красотища У нас Такого Вот Кремниевой долине нет И Я хочу сказать Что вот Насколько большой город Лос-Анджелес Он больше Чикаго Но И там такого нет Вот чтобы так сконцентрировано В одном месте Да Да Хорошо И fte Время Память Во 上面 Время Воль Время